Здравствуйте! С вами Марина Романюк. В ближайшее время поговорим о том, как прошла неделя в нашем городе. Смотрите в выпуске. По тонкому льду весна стремительно вступает в свои права, а любители зимней рыбалки продолжают рисковать. Вместе с МЧС Олеся Котровская искала тех, кто пренебрегает мерами безопасности. Пять лет на службе. Росгвардейцы празднуют свой первый юбилей. На мероприятии, посвященном дню создания войск, побывал Валерий Судов. Марафон идей. Партия «Новые люди» подвела итоги конкурса местных инициатив. Кто из рязанцев приступит к реализации своего проекта в ближайшее время, узнаем далее. Президент России Владимир Путин призвал защитить должников от вывернутых карманов. Глава государства рекомендовал не отбирать последние крохи у задолжавших. Владимир Путин поручил Госдуме принять в весеннюю сессию законопроект, который оградит минимальный доход должников от взыскания. Авторы инициативы считают, что она защитит пенсионеров, инвалидов и самозанятых. Госдума совместно с правительством подготовит законопроект, который защитит минимальный доход граждан от списания за долги. Соответствующее поручение Путина опубликовано на сайте Кремля. Рекомендовать Государственной Думе подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона, предусматривающий, цитата, защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан, конец цитаты, говорится в поручении. Срок его выполнения 24 июня. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин. Пять лет назад в России появилась Нацгвардия. Новое подразделение объединило в себе ОМОН, СОБР, вневедомственную охрану и другие ведомства. Годовщину дня образования войск Национальной гвардии Российской Федерации отметили и в Рязани. Еще пять лет назад о бело-красном флаге с двухглавым орлом знали далеко не все. Теперь его выносят на сцену наравне с флагом российским. Это эмблема войск Национальной гвардии, которой 27 марта исполняется пять лет. В 2016 году Росгвардия объединила в себе внутренние войска МВД, ОМОН, СОБР, вневедомственную охрану и отдел лицензионно-разрешительной работы. Сегодня служба Росгвардии – это мощь и сила России. Специалисты, которые везде и всегда достойно выполняют задачи любой сложности. Благодаря высокому уровню подготовки, профессионализму, способности к оперативным и решительным действиям. Но лучше всего про региональное управление Федеральной службы войск Национальной гвардии скажут не слова, а дела. Рязанские подразделения постоянно задействованы в охране общественного порядка. Ни одно массовое мероприятие не обходится без сотрудников спецподразделения, будь то выборы главы государства или чемпионат мира по футболу. Как отметили в ведомстве, подразделению удалось не только удержать основные направления деятельности на должном уровне, но даже нарастить темпы развития. За последние два года Рязанское управление крепко заняло лидирующие позиции в рейтинге среди субъектов Центрального федерального округа. Мы повысили профессиональное мастерство сотрудников и военнослужащих, усовершенствовали материально-техническую базу. Виктор Лачев поздравил сотрудников, военнослужащих, их семьи и ветеранов с праздником. Он наградил медалями и ценными подарками наиболее отличившихся росгвардейцев. Также почетные грамоты и благодарности вручил губернатор Рязанской области, глава муниципального образования и мэр города. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В весенний период сотрудники МЧС увеличивают частоту патрулирования водоемов. Дело в том, что лед постепенно разрушается, и хотя покров достаточно безопасен, ситуация может измениться в кратчайшие сроки. Уютно устроившись возле пробуренных лунок, рыбаки ловят живца, мелкую рыбешку, чтобы затем поймать на нее крупного хищника, например, щуку. Здесь они уже не первый час и уверены не только в дальнейшей поклевке, но и в своей безопасности. Однако структура и толщина льда, особенно весной, неоднородна. Кажущийся крепким лед может проломиться в любую секунду. В настоящее время на территории Рязанской области наблюдается повышение температурного режима, что вызывает собой таяние льда на основных водоемах региона. Так, например, на реках наблюдаются уже небольшие закраины, что свидетельствует о подъеме уровня воды. Быстрое течение способствует быстрому размытию льда и образуется промоины. Поэтому в настоящее время выход на лед, особенно в водоем с течением, крайне опасен. Лед всегда непрочный не только в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, но и в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Сотрудники МЧС разъяснительную работу проводят каждый день. Под особым контролем находятся места частого выхода людей на лед. Отличия первого осеннего льда и весеннего, они очень велики. Если осенний лед более крепкий и поддерживается низкими среднесуточными температурами, и выход на него при толщине уже 10 см считается безопасным, то весенний лед имеет более рыхлую структуру, темноватый оттенок, что свидетельствует о его слабой прочности. И при толщине льда даже до 20-30 см он поможет вставить в себе опасность. Если человек все же отважился выйти на весенний лед, то не стоит забывать про элементарные средства спасения. Так называемые спасалки и веревку не меньше 10 метров с грузом на конце, которые могут помочь в экстренной ситуации. И все же лучше не рисковать, считают в МЧС, и воздержаться от выхода на весенний лед. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сбор заявок на инициированной партии «Новые люди. Марафон идей» начался 12 февраля и завершился 12 марта. Конкурс проходил для всех, у кого есть конкретный план по улучшению жизни в родном городе или регионе. В четверг, 25 марта, прошел финал конкурса. Победители получили гранты, а лучшие идеи войдут в программу партии «Новые люди» и будут реализованы. Заявки на конкурс люди присылали в течение месяца. Всего в стране было собрано более 15 тысяч заявок. В Рязанской области, что символично, 162. В финал конкурса отобрали 10 лучших проектов. Этот конкурс дал нам возможность увидеть реальную картину событий в стране, связанных с тем, что сегодня реально хотят люди. И это позволило нам понять гораздо больше, чем за все социологические исследования, которые проведены. Поэтому в этом смысле результаты этого конкурса бесценны. И очевидно, что мы продолжим общаться с людьми в разных форматах. Среди множества креативных идей победителями выбрали троих. Третье место заняло идеи по обустройству удобного двора для пенсионеров. Второй – спортивный клуб в поселке Листвянка. И главный приз – проект по очистке набережной в Касимове. Цель проекта – повышение туристической и инвестиционной привлекательности муниципалитета. Город Касимов. 29 апреля к нам придут первые туристы, водные, так скажем, которые пойдут по теплоходу. В этом году планируется 70 визитов в Касимов. Каждый визит – это порядка 100 туристов. Это в общей сумме 7 тысяч туристов. Сейчас в Касимове нет пристани. Ее год назад распилили на металл. Я прошу помощи у всех. Помогите Касимову, дайте нам пристань. Победитель получит не только денежный грант, но и поддержку в процессе реализации. У нас есть по всей области большое количество активистов. И как и в Касимовском в этом проекте, так и во всем проекте «Новая река Акан» будут задействованы в том числе и наши активисты. Более того, мы даже с митрополитом Марком уже вели беседы на тему того, чтобы его трудников тоже привлечь. Мы будем сопровождать все проекты лауреатов, которые здесь сегодня были представлены. И, естественно, наша поддержка не ограничивается только теми денежными выплатами, которые сегодня были вручены, но и нашим сопровождением. Во-первых, помощью наших активистов в деятельности. Во-вторых, конечно, помощью в переговорах с администрацией. В общей сложности победители получили на реализацию проектов 300 тысяч рублей и поддержку партии. Испытание пандемии регион прошел достойным. Мы подтвердили свое умение работать в условиях больших нагрузок, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов, выступая с годовым отчетом работы правительства перед народными избранниками. По его словам, несмотря на коронавирусную угрозу, повышение качества жизни людей по-прежнему основной приоритет для региональной власти. Формирование комфортной среды – важнейший общественный запрос рязанцев. В прошлом году власти благоустроили 49 дворов и территорий. 2020-й был годом особенным и напряженным. Говоря о нем, Николай Любимов не ограничивал себя в эпитетах. Угроза колоссальной сложности и нечто новое. После атаки пандемии основной удар пришелся на региональную систему здравоохранения. И она с честью выдержала испытания. Я считаю, что испытание пандемии регион прошел достойно. В короткие сроки была налажена системная и слаженная работа. Не было растерянности. Все сохраняли хладнокровие и самообладание. Подтвердили свое умение работать в условиях больших нагрузок. Главной задачей была реализация профилактических мер с целью защиты наших граждан, обеспечения медицинской помощи всех, кто в этом нуждался. Мы справились в том числе и благодаря хорошо организованному волонтерскому движению. Потому что я бы вообще поставил это событие где-то в топ-10 за последние несколько лет. Даже за последние несколько десятков лет. Потому что действительно стали все как один. И во многом как раз волонтеры помогли на первом этапе сдержать развитие, распространение этого процесса эпидемии. И по сути дела дали возможность медикам, как говорится, научиться лечить. Пандемия должна была ударить и по экономике региона. Но цифры говорят об обратном. Индекс промышленного производства превысил 106%. И это четвертое место в Центральном федеральном округе. Рязанский агропром и вовсе безусловный лидер по всем показателям. Поддерживая в самый сложный период пандемии малые и крупные промышленные предприятия, сельхозпроизводителей, мы старались удержать на плаву экономику региона в целом. Создать дополнительную подушку безопасности и обеспечить возможность финансировать социальную сферу. Во главу угла и в работе правительства, и нашей депутатской работы было поставлено спасение жизни и здоровья граждан. Это главное. И несмотря на те ограничения, которые возникали, мы не сбавили темпов, мы сумели получить рост промышленного производства, аграрного производства, мы поддержали малый бизнес и тем самым обеспечили, по сути, доходную часть регионального бюджета на уровне прошлого года. А это позволило нам выполнить все социальные обязательства, которые регион имеет перед рязанцем. Социалка – ключевая сфера приоритетов регионального кабмина. Детские сады, фапы, спорткомплексы. Даже в сложных условиях в области строили 35 объектов, 22 из которых уже в работе. Комфортная городская среда – сегодня важнейший общественный запрос рязанцев. 49 дворовых территорий уже улучшены. В этом году денег будет больше. Средства получат 19 муниципальных образований. Запланировано модернизировать 26 общественных пространств и 14 дворовых территорий. Люди хотят видеть свои города и поселки удобными, красивыми, зелеными, не когда-нибудь в светлом будущем, а здесь и сейчас. Мне показалось чрезвычайно серьезным и важным в докладе то, что учтены все те настроения и запросы общества к власти. Мы видим тот серьезный, очень заинтересованный и, я бы сказала, взволнованный анализ ситуации со стороны руководителя нашего региона. Мне показалось очень важным тот факт, что прежде всего губернатор планирует, намерен и заявил о готовности повышать требования к качеству управления, к органам исполнительной власти, к правительству Рязанской области в реализации тех запросов, которыми живет население региона. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за свое действие, либо бездействие придется отвечать. Этим заявлением Николай Любимов, возможно, озадачил региональных министров. Указание четкое. В течение месяца о своей деятельности доложат заместители председателя правительства по профильным блокам. Эта власть намерена быть максимально открытой. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Экологи оценили ситуацию, сложившуюся в районе Московского шоссе. Там река Павловка претерпела значительное вмешательство человека. В ее русло свалено более 20 металлических тележек из близлежащего супермаркета. По мнению экспертов, это, несомненно, может навредить экологической обстановке города. Река Павловка, которая с года в год заваливается различным мусором и металлическими тележками, привлекла внимание общественности и экологов. Многие из городских рек уже уведены под землю в коллекторы. Эта же участь может ожидать и данный водоем. Таким образом, можно спасти реку от загрязнения, однако Рязань потеряет свой облик. Мы, конечно, можем их закатать в коллекторы, в трубы и жить, как в Бангкоке, в каменных джунглях. Но это, мне кажется, не очень здорово. Эти реки, они могут быть жемчужинами городской инфраструктуры. Там можно сделать прекрасные набережные, там люди могут ходить, отдыхать. Годами экологи боролись с застройкой поймы этой реки, проводили субботники. Однако водоем загрязняется все сильнее. Местные жители замечают, что река исчезает, она становится все уже. Она очень грязная и берега все ближе, ближе становится, все намельчает и мельчает. Постоянно что-то сливается, вот тут, вот там, с той стороны сливается. У метропарка тоже сливается какая-то вода. Не сорить нам надо, во-первых. На все наша воля. Что мы делаем, то и получается. Эта своеобразная плотина из тележек теперь стопорит собой и тот мусор, который сваливает в Павловку выше по течению. 10, 11, 12. 12 тележек я насчитала с одной стороны моста, проходящего через речку Павловка. С другой стороны моста мне уже удалось насчитать 11 тележек. По словам местных жителей, тележки в Павловку сбрасывают представители молодого поколения ради развлечения. Большое количество тележек, которые были, так сказать, украдены из этого магазина, они просто туда попали вандалами, людьми, которые просто не уважают ни себя, которые не уважают ни окружающих, не уважают труд других людей, не уважают свою природу. Ну и, значит, логично, не уважают свою родину и свою землю. Я считаю, борьба с этими проблемами должна быть на административном уровне, усиливаться и наказываться уже рублем, если люди не понимают таким образом. В нашем городе множество супермаркетов, предоставляющих тележки покупателям. Возможно, это не единственное место, где орудуют вандалы. Горожане предложили свои методы по борьбе с ними. Ну, вообще-то магазин тоже надслеживается. Они должны вовремя собирать эти тележки, правильно? И, может, не будет такого бардака. Брать тысячу рублей за каждый залог, каждую тележку. Тогда народ будет возвращать на место. Экологический баланс рек, расположенных в черте города Рязани, нарушен. К такому выводу давно пришли наши экологи. Со своей стороны они делают все возможное для того, чтобы сохранить природу. Мы не первый раз видим, как захламляются эти малые речушки. Та же пойма Павловки. Мы там несколько раз проводили субботники, защищали Павловку от застройки. Что-то удалось сделать, что-то нет. Но ситуация, к сожалению, не очень радужная. Следить за этим должна и природоохранная прокуратура, безусловно, и Министерство природопользования. Это водоохранные зоны. Конечно, то, что происходит с нашими малыми реками, которые в Рязани, это грустная история. Экологи рекомендуют всем, кто еще не был в пойме Павловки, прогуляться вдоль реки, посмотреть на природу, красивейшие поля, чтобы осознать, чего мы можем лишиться. Пока еще выше по течению этой реки, каждый год здесь купаются люди. Однако, сколько это продолжится при подобном загрязнении, неизвестно. К нам в редакцию обратились жители дома номер 18 по улице Кольная. Ремонт на перекрестке добавляет им массу неудобств. Во-первых, работы длятся уже несколько дней. А во-вторых, из-за перекрытой дороги проезжающие машины вынуждены ехать вдоль подъездов, часто на пугающей скорости. Кроме того, местные жители не уверены в законности этих работ. Улица Кольная, 18. Официально дорожные работы на этом перекрестке – дело ГУР Водоканала. Устраняли утечку. Когда здесь появилась техника, а затем и люди, небезызвестные в Рязани строительной фирмы, точно уже никто и не вспомнит. Но работают вместе и работают. Вот только к моменту приезда нашей съемочной группы никаких представителей Водоканала на месте не оказалось. А вот этот человек в зеленом нам ясно дал понять. Мы тянем трубы к новостройке. Так надо. А к жалобам относимся с пониманием. Местных их невозмутимость уже раздражает. Я сейчас просила, вот едут машины вот и вот. Все перекрыли. Мы три года ремонтировали дорогу, просили. Никто нас не слушал. Отремонтировали, теперь сейчас все размотали нам дорогу и все. И опять некому. А ремонтировать они не будут. А начинают с 7 часов. Вот я на третьем этаже, все слышно. Никакого покоя нет. И они вот едут, я не спрашиваю. Всю ночь ездили вот по колесам вот тут. Это вот милиция заставила перекрыть. Безобразие. То есть это что же получается? Ни о каком ремонте водопровода речь уже не идет? Они просто тянут коммуникации, потому что им очень надо? В офисе зеленой фирмы нам сначала пообещали дать комментарий, потом от слов своих отказались. Пояснили на словах, мол, разрешение на работу есть, трудимся по заказу горводоканала. Ну что же ты можешь спросить? Я сказал, как с домовской потреби. А хотя бы у нас работали. Ну творим для работы. Думаю, максимум 2 дней. Но вот это-то и странно. В городской администрации о совместной операции строителей и водопроводчиков вообще не слышали. И разрешения у зеленых копателей вроде как тоже нет. Выходит, самоуправство? Кстати, в ГИБДД этой истории тоже удивились. А затем отреагировали. За необеспечение безопасности дорожного движения на перекрестке штраф этим товарищам, по нашей информации, уже прилетел. 25 тысяч рублей. Возмездие для фирмы с миллионным оборотом, конечно, так себе. Но вполне вероятно, это только первая весенняя ласточка. Потому что даже такой вполне резонный вопрос, кто будет восстанавливать дорожное полотно, строители оставляют пока без комментариев. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тема насилия за последние несколько лет получила статус широко обсуждаемой, не беспричинно. Череда громких событий, таких как дело сестер и отца семейства Хачатурян или история Маргариты Грачева из Серпухова. Муж, который топором отрубил ей кисти рук, не просто потрясли общественность. Они заставили людей задаться главным вопросом. Как действовать, чтобы подобное не произошло со мной? В столице, да и других крупных городах нашей страны тема домашнего насилия освещается часто, если не сказать постоянно. В нашем же регионе данные обсуждения только набирают обороты. Наклейка «Позовите Галю» появилась на дверях общественных заведений совсем недавно. Так называется проект, который направлен на защиту женщин от нежелательного внимания. На каждой наклейке находится специальный QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт проекта и ознакомиться с полной картой безопасных мест в городе. По словам работника одного из общественных заведений, случаи, когда посетительнице требовалась помощь, уже были. Пару раз в месяц бывают такие вот звоночки. Вчера я заметил двух мужчин, которые уже были в довольно-таки нетрезвом виде и вели себя довольно-таки непристойно с девушкой с одной, которая просто подошла к бару и сделала заказ. Один из них начал просто домогаться для него словесно. Начал задавать какие-то вопросы неуместные. И потом, не знаю, начал замахиваться, что ли на нее. По задумке создателей проекта, это одна из тех ситуаций, когда посетительнице следует воспользоваться кодовой фразой «Позовите Галю». Если вы не чувствуете себя в безопасности и не хотите продолжать общение с агрессивным собеседником, обратитесь к сотруднику заведения. Услышав кодовую фразу, он нажмет на тревожную кнопку, и вам будет оказана необходимая помощь. Мы подойдем к человеку, объясним, чтобы он просто покинул заведение. Если что-то идет совсем не по плану, мы можем ее увезти через черный ход, вызвать охрану или вызвать полицию, в зависимости от ситуации. К сожалению, большинство эпизодов насилия над женщинами имеет бытовой характер и не придается огласке. Значительную роль здесь играет решение самих женщин не обращаться кому-либо за помощью. И несмотря на то, что общественные стереотипы о побоях и любви давно себя изжили, поделиться своей проблемой со специалистом готовы немногие. Вот знаете, когда раньше говорили «любьет, значит любит», уже такого нет. Уже люди все равно становятся более какими-то грамотными, умными, просвещенными. Редко женщины обращаются, потому что это страх. Страх, а человек, когда сталкивается с какой-то ситуацией, когда страшно, есть три реакции. То есть убегать, нападать или замирать. Вот жертва, она замирает. То есть она становится безвольной, она не может бороться, она не сопротивляется, не убегает, ничего. То есть она терпит. То есть обращаются, как правило, за помощью это или родственники, или соседи, или дети, которые вот в этой семье присутствуют, которые даже вплоть до того, что и в полицию сами обращаются, и в опеку сами обращаются, говорят, что мы устали жить в этом кошмаре, пожалуйста, помогите. То есть мама там по каким-то причинам терпит, а мы вот хотим жить по-другому. Поэтому и статистика-то обращения не очень большая. И все это остается вот где-то там вот в рамках семьи. Наша следующая героиня попросила редакцию не показывать ее лицо, изменить имя, а только с соблюдением этих условий она согласилась рассказать свою историю. Все это началось еще дома, с детства, когда у меня мама вышла замуж за другого мужчину. И сначала до их свадьбы он оказался мне внимательным, заботливым, добрым. Как только они поженились, он начал меня бить, и мама тоже перехватила эту инициативу, и они вместе как бы начали давно издеваться. То есть настолько были сильные повреждения, что я с синяками ходила, с разодранным лицом, я ходила с тоналкой в школу, и мне было стыдно признаться, кто наносит мне эти вещи. Возможно, если кто-то из соседей помог бы мне, кто-то из родственников бы мне помог, возможно, понесли бы какое-то наказание отчиму мать. Но это все нарастало с каждым годом, и в конце концов я просто, как вышла из этой ситуации, я ответила отчиму, и я начала с ним драться на протяжении двух лет. То есть они переросли прямо в драке. И они меня били, я их била. Человек, в жившем подобной обстановке, будучи ребенком, зачастую сталкивается с последствиями пережитого опыта уже во взрослой жизни. Это происходит и с теми, кто был свидетелем домашнего насилия, и тем, кто систематически ему подвергался. Наша героиня именно так связывает свое прошлое и настоящее. По итогу это насилие перетекло в общение с мужчинами. Я как будто бы притягивала к себе тех мужчин, с которыми у меня начинались такие же отношения. До сих пор осталось это состояние, при котором я притягиваю чужие нервы и раздражения специально для того, чтобы меня как будто бы ударили. Праздновали Новый год, и я на него просто газированный напиток вылила, что-то мне не понравилось, как он со мной поступает, говорит, обращается, на что он просто накинулся на меня и начал душить меня при людях, опять же, при знакомых, просто на диване. По словам специалистов, женщины, ставшие жертвой домашнего насилия, в первую очередь стоит обращаться в полицию. Помимо этого, на территории Рязанской области работает социальный центр «Семья», который оказывает помощь и поддержку пострадавшим. Можно обращаться в социальный центр, в наш центр. Мы работаем с жертвами насилия. У нас есть гостиница, у нас есть отделение помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Здесь у нас есть в центре такая возможность для женщин, они могут пожить, пока решаются их проблемы. Проживание и питание для детей в этом центре бесплатно. Также здесь работают юристы и психологи, чьи услуги в подобных ситуациях бывают крайне необходимы. Когда юристы им объясняют, когда юрист помогает, сопровождает, то есть идет сопровождение, там, оформление документов, тогда у женщины понимают, что да, я могу что-то сделать, я могу жить по-другому. Психологи, конечно, психологически нужно женщину подготовить, потому что нужно прожить этот конфликт. Специалисты по социальной работе сопровождают. И пока женщина проживает с детьми здесь, то есть этот вопрос решается. Согласно данным исследований Консорциума женских неправительственных организаций, в России почти две трети этих убитых женщин являлись жертвами домашнего насилия. Если вы или близкие вам люди столкнулись с данной проблемой, не бойтесь обращаться за помощью. На экране указан номер телефона горячей линии 76 00 53. Вероника Кузьмина, Олеся Котровская, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите больше новостей и программ на сайте телекомпании и в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин